Сегодня жители Одинцова отмечают знаменательный, великий праздник 100-летия Красной Армии, Советской Армии и потом уже, значит, 2006 года стал День Защитника Отечества. Но на Руси всегда, испокон веков, ратный труд пользовался уважением, почетом. День Защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. Сегодня они пришли в культурно-спортивный центр «Мечта» вместе со своими спутницами, чтобы принять поздравления от лучших творческих коллективов Одинцовского района и не только. Защитники Отечества – праздники верные сыны. Защитники Отечества – празднички своей страны. Праздник 23 февраля за время своего существования менял название несколько раз, но сумел сохранить первоначальное патриотическое настроение. Оно и стало основой единения людей разных возрастов и социальных положений. Наш концерт открыли прекрасные юные вокалисты, танцоры и юный чтец, чье детство мы призваны защищать. А в будущем именно эти ребята станут надежной опорой нашей стране во имя мира в нашей стране и на всей земле. С праздником вас, дорогие друзья! На сцене блистали танцевальная студия «Восьмая нота», Одинцовские казаки, Магнифика шоу-дэнс, солист ансамбля Росгвардии Михаил Константинов. Он исполнил знаменитую песню Олега Газманова «Офицеры», которая уже много лет является негласным гимном мужского праздника. Зал встречал ее стоя. «Господа офицеры, под оттянутым нервом, я накордами веры эту песню пою». В мечте собрались ветераны Великой Отечественной и необъявленных войн, руководители общественных ветеранских организаций. «Люди, на плечи которых ложится огромная работа по воспитанию и встречам с молодым поколением, с нашими детьми и внуками. Огромное вам спасибо за вашу работу». В этот вечер поздравления звучали не только в адрес мужчин, но и женщин, которые служат в вооруженных силах, работают на тяжелых производствах, обеспечивают тыл своим семьям. «Они везде, они везде с нами и везде вдохновляют нас подталкивают, следят за нами, делают все для того, чтобы мы, мужчины, выполняли свой долг. Огромное им за это спасибо». Минуты молчания почтили память солдат и офицеров, погибших в локальных войнах. А потом на сцену вышла известная певица Марина Хлебникова. Она подарила собравшимся свои песни и хорошее настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова